Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях россиян в Украине. Они станут первыми международными обвинениями, выдвинутыми с начала полномасштабного российского вторжения. Работа специальных следственных групп длилась несколько месяцев. В материалах дел утверждается, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря, а также что Кремль намеренно наносил удары по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. По данным исследователей Ельского университета, по меньшей мере 6 тысяч детей из Украины содержатся в 43 лагерях на территории России. Фактическая цифра может быть значительно выше. Суд будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких лиц, но не в ближайшее время. Сначала главный прокурор Карим Хан должен предоставить свои обвинения коллегии судей до судебного следствия. Они решат, были ли соблюдены правовые нормы для выдачи ордеров на арест, или же следователи нуждаются в большем количестве доказательств. Кому именно могут быть выдвинуты обвинения, не раскрывается. Некоторые иностранные дипломаты и эксперты считают, что обвинение может быть выдвинуто даже российскому президенту Владимиру Путину, поскольку суд не признает иммунитет глав государств по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечества или геноцидом.